Привет, с вами Ньярл. Это каст матча со вчерашнего турнира ESL. И именно поэтому это каст матча 2 на 2. Обычно я этого не делаю, потому что матчи 2 на 2 кастить намного сложнее, чем 1 на 1. Что-то постоянно происходит, и этого чего-то происходит намного больше, чем в обычных матчах. Так как тут постоянно случаются столкновения, тактические действия. И за всем этим одновременно следить довольно сложно. Но мои знакомые FabVest и XTorm, они в красной команде, вступили в турнир ESL. И прислали мне 2 реплея со своих матчей. Это второй, первый я уже залил на ютуб. И они играют против синей команды, в которой состоят Jamus, Magamus и Meteor vs. Bunny. Про этих игроков я знаю только то, что они очень хорошие игроки. Я видел несколько их реплеев на GameReplays.org, но каких-то определенных их заслуг я не помню. FabVest и XTorm тоже очень хорошие игроки. За космодесант. Jamus, Magamus, очевидно, за Eldar. Имтер vs. Bunny за Имперскую Гвардию. И сейчас форс-командор FabVest на центре скоро вынужден будет отступить. Он использует боевую клич для того, чтобы отбрасывать эту инквизиторшу, но вряд ли это ему поможет. Если он не отступит достаточно быстро, то возможно он будет добит молотом ведьм. Но нет, на помощь ему подошел XTorm, вылечил его апотекариям, и Имперская Гвардия вынуждена отступить. Конечно, тем временем, Jamus Magamus захватил всю нижнюю линию. И синяя команда уже выставила три генератора, полную генераторную ферму. У красной команды генераторы стоят довольно странно. Одна силовая точка и один генератор стоят здесь, и другая силовая точка и другой генератор стоят здесь. Конечно, безопаснее было бы поставить всю генераторную ферму вот на этой точке. Но это их дело. И сейчас Fabwest и XTorm ходят одной группой. Они проиграли первую игру, и эту карту они могли выбрать. То есть эта карта их выбор. Скорее всего, они ее выбрали потому, что... Перегонный завод Calderis, вроде она так называется, Calderis Refinery. Потому что эта карта довольно открытая, и на ней можно легко прийти своему союзнику на помощь практически в любую точку на карте. И это очень удобно для Fabwest и XTorm, так как первая игра была на карте, на которой подобное довольно сложно. Конечно, невозможно, но довольно сложно. И Джамус Магамус сделали... Джамус Магамус сделал рейнджеров, а Метеор Версус Банни сделал Катачанских Дьяволов. Их билды полностью совпадают с теми, в которые они пошли в первой игре. И, конечно, это понятно. Потому что билды Fabwest и XTorm тоже точно такие же. И можно заметить, что Джамус Магамус и Метеор Версус Банни переговариваются в чате. Это значит, что они не играют по скайпу, и то, что они довольно хорошо сыграны. Хорошо сыграны игроки высокого уровня зачастую не копируются по скайпу просто потому, что им это не нужно. И таким образом они могут лучше сконцентрироваться на самой игре. И силовая точка и генератор, поставленные в таком небезопасном месте, конечно, были быстро уничтожены. И сейчас у красной команды остался только один генератор. Довольно неприятно. И выбор, который сделали Джамус Магамус. Метеор Версус Банни довольно понятен с своими билдами. Так как эти катачанцы обладают типом урона силовое оружие, которое очень сильно против тяжелой пехоты, которой является большая часть космодесантников. В принципе, все войска космодесанта, кроме скаутов и техники. А эти рейнджеры просто обладают очень большим дальнобойным уроном. И это позволяет довольно быстро носить потери отрядам космодесанта. Что очень важно, так как пополнение отрядов у космодесантников довольно дорогое. И ранние крупные потери могут нести серьезный удар по их экономике. И Фабвест выходит на центр, чтобы отпугнуть этих рейнджеров. Тем временем Эксторм остается наверху. Вся нижняя линия находится под контролем Джамуса Магамуса. У синей команды в данный момент две полногенераторных фермы. Это даст им огромное экономическое преимущество, конечно. У красной команды пока что только одна генераторная ферма и одна силовая точка. И сейчас красная команда выходит на центр. Похоже, сверху они просто ушли. Похоже, что они отступили. Средняя точка находится под их контролем. Верхняя тоже. И сейчас они оба идут на низ, который был очень давно перехвачен Джамусом. И сейчас они, похоже, намерены его отбить. Апотекарий Эксторма делает автоматический огонь. Но он его делает на довольно большом радиусе. И, возможно, сейчас он даже умрет. 14, 13, 10. Да, он умрет. Подошел этот Сентинелл и добил его. Даже если бы он не добил Сентинелл, его бы добили эти Катачанские Дьяволы. Так, о чем я говорил? Да. Эксторм стрелял из автоматического огня. Это очень мощная способность, даруемая Мастер Крафтед Болтером. Она позволяет практически за несколько секунд убивать вражеских командиров. Так как они отбрасываются, получают очень большой урон. Но Эксторм начал делать эту способность на довольно большом радиусе. Так что его отбрасывание просто вытолкнуло Паука Варпа из радиуса действия способности. Ну, Фаб Вест воскресил Апотекаря Эксторма. Так что, в принципе, эта потеря ничего не значила. И она только дала Фаб Весту новый уровень. Достаточно бы для того, чтобы перейти на новый уровень. И у Метеор Версус Бани уже на втором тире. Он выдал своему Сентинеллу Ракетницу Катачанским Дьяволом Мельты. И Фабест и Эксторм оба переходят на второй тир практически одновременно. Джамус Магамус практически там. Будет там через несколько секунд. И пока что большая часть карты находится под контролем. Синие команды, но сражения еще идут. Эти штурмовые десантники как-то очень странно прыгают спиной вперед. И они вступают в бой с катачанцами. Это очень неприятный бой для штурмовых десантников. Так как они от огня катачанцев довольно быстро умирают. Потому что тип их атаки силовое оружие. И в открытом бою катачанцы убивают штурмовых десантников. Но именно в том столкновении штурмовым десантникам уже шли на подмогу эти скауты и тактикалы. Так что катачанцы предпочли убежать. Тем более, что они вроде бы даже не потеряли ни одного члена своего отряда. Эксторм и Фабвест наконец-то перешли на второй тир. Оба они перекапывают верхнюю точку. Думаю, им стоит начать перекапывать среднюю точку. Да, вот командор Фабвеста туда идет. Тем временем Эксторм находится на нижней точке. Он очень скоро начнет терять своих тактикалов. Но нет, он пугается плазменной гранатой у Тарха и убегает. Если бы он не убежал, он бы очень быстро начал терять своих тактикалов от атак этих рейнджеров. И Метеор Версусбани устанавливает рядом с этой точкой взрывчатку катачанцев. Что обеспечит хороший урон и отбрасывание любому отряду, который попытается ее захватить. Если, конечно, Метеор это заметит. Может он будет в этот момент микрить какое-нибудь другое место, будет просто занят чем-нибудь. И Эксторм сделал Библиария. Фабвест сделал второй отряд тактических десантников. Эксторм тоже сделал второй отряд тактических десантников. Неплохой выбор. Этот Сентинелл обстреливает эти генераторы. Откуда-то издали. Большинство гранат промахиваются. Ну ладно, Джамус Магамус уже переходит на третий тир. В принципе, это понятно. Они более-менее лидируют. И особой нужды для того, чтобы что-то покупать на втором тире у него, похоже, нет. Метеор Версусбани использует истязатель для того, чтобы задержать Библиария. И отбрасывает своих врагов катачанцами и сразу же отступает. Он выдал плазменные винтовки своим гвардейцам. Конечно, против такой кучи космодесанта они вряд ли смогут что-то сделать. Все равно. И завидя такой большой блоб космодесантников, два отряда тактикалов, апотекарий, библиарий, ассолты, Метеор Версусбани начинает делать мантикору. Это, конечно... Да, и он пишет в чате BigApoBlob. Это, конечно, ему поможет против этого блоба. Будет как минимум вынуждать его бежать. Возможно, даже сможет уничтожить несколько отрядов. Джамус Магамус уже перешел на третий тир. И это позволит ему самому вывести на поле боя несколько отличных антиблобов. Типа Дипушки, или Огненный Призм, или даже Аватара на худой конец, если он подойдет к отрядам космодесанта и сделает свои способности. Тоже это может быть довольно разрушительно. И Фаб Вест, похоже, потерял практически большинство своих отрядов. Он потерял своего героя. Он потерял штурмовых десантников. Я не помню, был ли у него библиарий. Похоже, здесь была бомбардировка мантикора, но она никого не задела. Блоб космодесантников все еще продолжает свой путь. Эти катачанцы зачем... Ну да, эти катачанцы используют на себе дымовую гранату. Я редко вижу ее использование, но она дает устойчивость 90% к дальнему бою. Так что это довольно полезно. И сейчас Ксторм просто ходит по всей карте своим большим блобом спейсмаринов. И все убивает. Интересно, как долго у него получится это делать. Учитывая, что Джамус Магамус уже вывел на поле боя дипушку. И одна точная сингулярность сможет... Ну, вряд ли сможет убить всех этих космодесантников. Ну, нанести много урона уж точно. И... Провалившийся артиллерийский удар мантикоры не задевает никого из космодесантников, но зато ломает генератор. Конечно, он вынудил этих космодесантников отступить. И... Несмотря на то, что... Иксторм довольно неплохо справляется. Фаб Вест на своей линии практически провалился. Учитывая, сколько он потерял юнитов. И сейчас... Три точки находятся под контролем Синей команды. И они... Да, этот Форс Коммандер был добит вовремя подошедшей Инквизиторшей. Мол, там ведьм. Аутарх сейчас дорубит... Этот Рейзербэк. Но его дорубила не она, а Мельта от этого Катачанца. И сейчас мне не кажется, что Красная Команда уже может что-то сделать. Потому что основная сила Эксторма это большой блоб космодесантников. У Синей Команды есть аж два антиблоба. Фаб Вест... Ну, сейчас он вообще вряд ли что-то сможет сделать. Учитывая, какие у него были потери. И Синяя Команда сейчас находится в отличной форме. В этой игре они делали точно то же самое, что и в первой игре. Они выводили идеальный каунтер для всего, что бросали на них космодесантники. И они... Им это отлично удалось. То есть... Прокаунтерить все, что... Могли против них сделать. Фаб Вест и Эксторм. И довольно странная сингулярность... Задевает в основном этих баньши. И один штурмовой отряд. Посмотрим. И Мантикора. Успеет ли Эксторм от нее убежать. И эта... Бомбардировка Мантикора помогает добить. Библиария. Отряд тактикалов. И возможно сейчас Апотекария. Да, Апотекарий тоже умер. И сейчас уже Эксторм потерял множество своих отрядов. Отличная плазменная граната. Скорее всего эти тактикалы тоже погибнут. Да, эти тактикалы тоже погибнут. И в принципе космодесантники уже могут сдаваться. Вряд ли у них получится... У них уже точно не получится ничего с этим сделать. Отлично сыграно... Джамус Магамус и Метеор Версус Банни. И опять же... Они не делали ничего сверх экстраординарного. Они просто вводили на поле боя каунтер тому, что... Делали против них Фаббест и Эксторм. Которые в свою очередь шли в самый дефолтный билд. То есть два скаута и тактикалы это вот самый обычный космодесантский билд. И возможно, что именно это привело к их поражению. Потому что... Они взяли самый обычный билд и просто пытались протаранить им до победы. Протаранить им себе путь до победы. И красная команда проиграла. У них закончились очки. Как я слышал, Джамус Магамус и Метеор Версус Банни прошли аж до полуфинала. Я думаю, это абсолютно заслуженно. Они отличные игроки. По-моему, это был неплохой матч. С которого можно было многому научиться. В основном тактическому приспособлению. К тому, что... Использует соперник. До свидания. Возможно, я сделаю сегодня еще один каст. Возможно, что мне придется переделывать этот. Если тут был этот баг с микрофоном. До свидания.